здрасте это офис и джем да что-то случилось да вам посылочка пришла новая часть assassin's creed ох надо же спасибо большое а тут вам еще коллекционки предлагается но это же коллекционка ведьмака все боги клянусь все что есть я в жизни не слышал чтобы человек столько говорил о богах отпусти его никто на этом острове не смеет говорить этого он сказал циклоп это так тебя задевает но ты жирный то есть большой и сильный и у тебя правда один глаз отдай я поищу твоего друга маркоса отдай мне глаз отдать так возьми ассасин скрит одессе или если вам угодно одиссея проект канадской студии юбисофт кэбэк релиз который состоялся 5 октября начиная свою одиссею пересекая моря и горы не забывай судьба греции твоих руках новой части разработчики продолжили гнуть линию начатую в оригинсе сделали еще один шаг по превращению культовой серии в полноценную экшн-рпг а насколько успешно у них это получилось мы вам сейчас и расскажем всем привет последнюю неделю я днями напролет играл в ассасин скрит одессе и теперь готов предоставить на ваш суд свой дополненный обзор на новую главу эпопеи об ассасинах скажу сразу что я не буду повторять свои первые впечатления а лишь откорректирую свое мнение как человек который прошел игру до конца кому интересно посмотреть наш предыдущий ролик об одиссея то кликайте вот на эту ссылочку а мы начинаем в своем видео о первых впечатлениях я говорил о том что сомневаюсь системе выбора и о том что она действительно так уж сильно влияет на игровой процесс и знаете поиграв 40 часов я могу сказать что разработчики поработали на славу да порой выбор в некоторых диалогах не меняет финального результата то есть если персонаж должен был выжить то обязательно что-то произойдет что помешает вам убить его даже если вы нажали такой вариант но задумываться над выбором приходится в каждом диалоге и это добавляет некое вовлечение чувство сопричастности к происходящему то есть вы уже не просто смотрите фильм в котором все решено за вас а вы сами частично но влияете на происходящее вокруг вас а иногда так и вообще у вас в одном диалоге вам может быть предложено три варианта абсолютно разных выполнения квеста тут стоит понимать что главный герой не доблестный рыцарь или ассасин который следует своему кредо он наемник и во всем ищет выгоду поэтому почти в каждом задании вам будет даваться выбор поступить благородно или же нагло просить драхмы за свою работу в одной из первых локаций жрицы попросят вас найти ритуальный топор вы пойдете в пещеру найдете топор и вернетесь к ней обратно а дальше вас уже будет три варианта действий первое это отдать топор на бескорыстной основе второе это потребует вознаграждения а третье это просто солгать и сказать что вы не нашли топор и оставить его себе говоря о заданиях стоит заметить что в отличие от предыдущих частей серии здесь почти каждый квест связан будь то параллельно или последовательным с другим исключение составляют лишь делики в которых вам предлагается так сказать на халяву срубить опыта потому что типичным деликом является квест просто дать 50 драхм по той или иной причине или же пойти убить одного нерадивого солдата все же остальные квесты будь то основная ветка или же допы так или иначе связаны друг с другом особенно это касается главной истории здесь сюжет развивается как финансовая пирамида 90-х то есть чтобы выполнить поручение одного персонажа надо сначала помочь трем его друзьям а у каждого друга для вас еще есть по два-три задания и таким образом пытаясь выполнить один квест вы не замечаете как уже поднялись на 2-3 левела раскрыли все места в регионе и зачистили все форты и это круто потому что разрабам наконец удалось если не превратить то хотя бы прикрыть типичный ассасиновский гринд бессмысленный беспощадный увлекательным путешествием от задания к заданию а главное сами квесты тоже разнообразны вам не будут просто говорить пойди туда и зачисти форт 20 раз подряд вам могут предложить вытащить из определенного сундука свиток или вызвали определенного заключенного а вы уже сами решайте зачистить форт полностью или только выполнить задание опять же выбор совет читайте диалоги потому что в игре присутствуют квесты так сказать на знание материала о котором вы узнаете в ходе самого задания у меня был случай когда им пися послал меня за маслом я прихожу в лавку а торговца нет есть только рабыня она продать само масло не может но может научить меня как его готовить я по глупости своей скипнул весь этот диалог и потом резко мне игра предлагает самому приготовить масло ну как сначала мне дается на выбор какую а какой огонь поставить сильные маленькие вообще без огня варить потом дает на выбор три вида трав которые могу добавить масло я само собой на угад тыкнул что-то там забрал то готовое масло принес его нпс обратно он говорит что это за фигня бросает его на землю обижается на меня и говорит что должен что я должен заплатить ему денег чтобы он дал мне другой квест и таких квестов будет ни один ни два поэтому будьте внимательны основной сюжет игры развивается на фоне междоусобной войны древней греции а именно войны спарты и афин и в начале игры каждая локация принадлежит одной из фракций и в ваших силах совершить захват территории но не все так просто сначала вы должны ослабить влияние правителя путем убийства солдат поджога складов и амбаров и когда она ослабнет у вас будет выбор на чьей стороне вступить глобальном сражении то есть вы можете побегать по афинской территории покромсать половину солдат а потом прийти к ним в лагерь сказать что готовы подраться на их стороне за вознаграждение само собой и они с согласятся и вы можете повторять это несколько раз а даже сколько угодно раз бесконечное количество даже с одной из территории одна проблема что лично мне эта механика показалась немного скучной я бы сказал на один раз потому что от боя к бой ничего не меняется ты бегаешь по полю убиваешь солдат потом появляется вражеский герой или наемник ты убиваешь его и все но задумка интересная и попробовать стоит поскольку на высоком уровне сложности это не просто реальный вызов но и возможность заработать сразу много денег опыта и хорошей экипировки говоря про бои стоит отметить конечно искусственный интеллект само собой косяки недочеты есть и порой нереально выбешивают и мешает игровому процессу но видно что он был доработан со времен оригинс у каждого типа солдат и наемников есть теперь свой стиль ведения боя и игра как бы заставляет подстраиваться использовать разное оружие против разных соперников поэтому не стоит продавать все копии булавы в надежде на то что ваш меч и кинжал способны победить всех соперников вплоть до конца игры потому что это далеко не так что же касается и то он стал гораздо злопамятнее теперь противник будет гнаться за вами до тех пор пока видит они до тех пор пока дойдет до вот своей зоны до края своей зоны а как только солдат теряют вас из виду то они сразу начинают рыскать по ближайшим кустам а у наемников так и вообще есть какая-то чуки на местоположение главного героя они находят его почти сразу так что ребят скрываться будет нелегко говоря о боевке нельзя не заметить и новое дерево талантов в нем очень много активных умений которые вы должны умело комбинировать и подбирать под определенные игровые ситуации или же под ваш стиль игры но стоит отметить что некоторые умения вызывает такой фейспам что ты просто не можешь до конца понять это все происходит в мире assassin's creed или какой-то другой игре в которой можно становиться невидимым телепортироваться и стрелять через стены а ведь вы действительно можете все это делать в assassin's creed odyssey отдельно стоит отметить спартанский пинок это универсальный талант с помощью которого вы можете завербовать почти любого нпс будь то наемник или солдат скинув с обрыву убить противника превосходящего вас на любое количество уровней тут стоит заметить что разработчики отдали дань уважения в айсити и не наделили нпс умением долго держаться на плаву поэтому при абордаже пинок это ваш лучший товарищ а также это умение отличный способ почувствовать себя в шкуре царя леонида из фильма зака снайдера о морских сражениях особо то и говорить нечего это тот же самый black flag только вместо эпичных взрывов от пушек и мортир у нас остались стрелы да метательные копии которые не вызывают такого дикого восторга схема боя тоже доводим корабль до состояния на донышке и дальше выбираем либо уничтожаем корабль и получаем больше ресурсов либо берем корабльный абордаж и восполняем запас здоровья корабля а картинки и музыки тоже думаю говорить смысла нет все сделано на высшем уровне ресурсы playstation используются на полную очень часто я ловил себя на мысли что отправив главного героя скакает на автопилоте два километра я просто кручу камеру по кругу и засматриваюсь на пейзажи древней греции или же заслушиваюсь морскими мотивами в исполнении своей команды пока добираясь до нужного острова все хорошо за исключением очевидных багов и проблем в анимации лиц к сценах есть еще один немаловажный фактор который меня очень сильно раздражает а именно вечные подгрузки догрузки и загрузки в игре их их реально много приведу пример вот вы только что с помощью быстрыми перемещения оказались в городе у вас прогрузили все текстуры вы подходите к мпс чтобы получить у него квест и тут бац 15 секунд черного экрана загрузки вы получаете свой квест и тут опять бац еще 15 секунд черного экрана загрузки понимаете я считаю что такие проблемы недопустимы в игре 2018 года особенно после выхода такой игры как год of war закончить хочется фразой из ролика о моих первых впечатлениях assassin's creed одиссея это не революция серии а ее эволюция это такой про обгрыженный оригинс с более эпичной истории доработанным геймплеем и оберткой в виде всеми любимой еще со школьной парты древней греции с ее мифами легендами и богами это явный шаг пусть и в сторону экшен-рпг но все же вперед а лично я надеюсь что следующая часть серии вернется канону и лору по которым я уже стал так сильно соскучиться со времен assassin's creed синдикат на этом все а что вы думаете по поводу нового ассасина оставляйте свои комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал не забывайте также вступить в нашу группу вк и нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео от команды айджи эм пока и в нем мы не будем играем автор я если вы ему Nineveh и и и и Редактор субтитров А.Семкин